Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Адам Натаспейс. Добро пожаловать на распаковку посылок. И в отличие от всех предыдущих, которые у меня были на канале, ну не всех, а самых недавних, у нас сегодня наконец-то наборы LEGO. Наборы LEGO не простые, а мега раритетные. Но прежде чем мы перейдем к ним, давайте посмотрим, что же у нас лежит в этом маленьком конвертике. Итак, давайте посмотрим. Насколько я помню, здесь у нас либо голова для LEGO мини-фигурки нужная мне для самоделки, либо... Ага, да, друзья, это то, что надо. Смотрите, какой маленький незамысловатый пакетик. Но что у нас внутри? Внутри у нас, во-первых, хромированная рукоятка светового меча. Для кого? Правильно, для самодельного Дарта Плэгаса по замечательной новелле по Звездным Войнам. Дальше, голова для него вот такая. Вот на самом деле это голова от джедая Сейси Тина. Но если мы ее скомбинируем с частью головы от Экхеда, то получим Дарта Плэгаса. По крайней мере, я на это надеюсь. И еще одна деталька. Это вот такая вот новая модель Худа. Худ по-английски, а по-русски капюшон, конечно же. Вот. И это тоже для Дарта Плэгаса, но для другой его версии. Для версии, за основу которой я возьму мини-фигурку Эбони Мо из Лега Марвел. Или не Марвел, супергероя, в общем. Точно не знаю, голова отлично подходит для Плэгаса. Плэгаса. Увидите это в будущих видео. Следующая у нас на очереди посылочка. Она чуть-чуть покрупнее. Я знаю, что здесь лежит на самом деле. По габаритам уже понимаю. Это набор, который я очень давно хотел. Но почему-то никак не мог собраться, взять его себе. Но в этот раз я психанул. И купил его запечатанным. Это у нас набор маленький да удаленький. Конечно же, битва с королем-колдуном Ангмара. Вот такой вот замечательный набор по Лего Хоббит. Выпущенный в 2013. По-моему. Да, ну я уверен, что я не ошибаюсь. Потому что я наизусть помню. В общем, здесь у нас идет замечательная фигурка. Самого короля-колдуна, который у меня уже есть. Но я корону забирал от него. И Галадриэль. А также Элрон. Самая эпичная, как по мне, битва в Хоббите. Это была та, которая в Долгулдуре. И как раз-таки это и есть часть Долгулдура. Идеальное состояние коробочки. Вот, я бы его даже не распаковывал. Потому что он такой стоит 70 долларов запечатанный. Но я распакую, потому что посмотрите на эти прекрасные мини-фигурки, которые я хочу собрать. Так, идем дальше. Самые грандиозные наборы у нас, конечно же, в самых больших коробках. Итак, друзья, первый. Ого! О, кстати, я думал, это не... Опа-то, разве? Да, удивительно. В общем, я на самом деле думал, что в этой коробке у нас башня. Какая башня? Ну, по названию видео, я думаю, вы понимаете, что за башня. Это у нас, друзья, не башня. Отнюдь это... Так, сейчас вода... Ух, как тут все запаховано. Добротно. Массовись. Главное, не травмировать коробочку, потому что этот набор не пришел вместе с коробкой, с инструкцией, ну и, понятно, со всеми деталями. Так, вот как его распаковать, чтобы... Ну, вы сразу можете видеть, да? Ух, она в идеальном состоянии, с 2007 года, обалдеть. Так вот все запаковано, действительно, очень здорово. Главное сейчас в спешке не прорезать саму реалитетную коробку. Ну, я думаю, мы с вами справимся. И вот он сам представит перед нами набор Trade Federation MTT 1326 деталей. И у нас в наборе 20 дроидов. 20! Настоящий армии билдер. Так, ну и давайте... Надеюсь, он тут не камни нам положил. Такая красивая коробочка. Внутри камешки. Ладно, чуть-чуть. Нет, конечно. Продавец с репутацией хороший. Так, тут скотч. Загнем его. Так. Это у нас тут будет все правильно. И да, вот они, коричневые детали. Будем надеяться, что они у меня не сломаются во время сборки. Как они любят делать обычно. Вот. Потому что, на самом деле, этот набор это большой риск. Так, друзья. А вот и все детали. Все дроиды. От нашего MTP. А также замечательные детальки. Что же, друзья. Финальная посылка. В которой у нас стоится набор, который не менее желанный мною. Набор по серии Lego Vastilin.com лет. Самый большой из серии, между прочим. И, конечно же, фанаты этой замечательной серии уже догадались, что за набор. Правда, догадываться нечего. Он в названии видео указан. Ну, друзья, это башня Ордханг, расположенная у нас в Изенгарде. Где, конечно же, обитает сам белый Максаруман. Который встал на путь зла и примкнул к приспешнику Мелькора. Ну, или Моргота по имени Салван. Ну, а вот он. Вот и она башня Ордханг. Так, сейчас мы ее перевернем. И посмотрите, насколько это гигантский набор. На самом деле, в процессе моего желания купить этот набор, его весь раскупили запечатанный. Мне пришлось купить распечатанный. Поэтому я... Здесь, видите, уже эти наклейки. Сейчас мы их... Все, чтобы коробочка была в лучшем состоянии. Ну, коробка, коробка. Главные детали. Ну, я так вижу, здесь все на месте. Все хорошо. Вот, посмотрите, какое огромное количество деталей. Их потом мыть и вытирать. Потому что на черных деталях, друзья, вода капельками остается. Засыхает и выглядит все это некрасиво. Но коробочка весистая, как, конечно же, и сам МТТ. Таким я его пока сюда получил. Также у нас стоял штрих-код. Хотите еще купить? Canada First Bricks к вашим услугам. Так, ну и тут детальки. Здесь скелетик. Почему бы и нет? Скелетики всегда нужны. На самом деле, это из Альфа Тима. Очень классный. И здесь один недостающий персонаж из суперсемейки. Это Андермайнер. Вот такой вот забавный. И другие. Так, меч выпал. Меч выпал. Заберем. Опа. Меч из Гарри Поттера. Вот такой. Вот здесь как будто бы две змеи слились воедино. Очень красивый. Оружие эльфов. Черный меч. Наплечники. Золотая рукоятка для Палпатина. И этот палач. Палач из Гарри Поттера. Но его можно использовать, конечно же, как просто палача для Средневековья. А также вот такая вот часть блестящего плаща для Снежной Королевы. У которой у меня он, к сожалению, пожух уже. В общем, всем спасибо, дорогие друзья. Ждите обзоры на эти феноменальные наборы. Также хотелось бы сообщить, что ко мне пришла черная жемчужина. Просто я на нее распаковку не снимал. Но на нее обзор будет первым. И ко мне еще одна очень крутая посылка едет. Так что ждите. Ну, а я пошел мыть и собирать. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Пока.